В чем, наверное, сложность такого разговора, вот уральское искусство в общероссийском и глобальном контексте, это прежде всего, когда ты ставишь этот вопрос, во-первых, хочется что-то выявить сразу специфически уральское и как-то его обозначить. А это непросто, и не потому что это искусство может напоминать какие-то образцы, а потому что сама здесь постановка вопроса в современной культуре, она весьма проблематична. Я попробую объяснить. Дело в том, что и та ситуация художественная, которая описана в Москве или в Санкт-Петербурге, она часто моделируется, ну, где-то с оглядкой на отношение, например, с искусством американским. Потому что американское искусство, оно обозначается как некий центр, например, и относительно этого центра отсчитываются измы или ищут какие-то признаки этих измов. Минимализма, концептуализма, поп-арта, в целом постмодерна. И я, например, в разных уже описаниях, которые мне доводилось увидеть уральского искусства, я, конечно, с этим сталкиваюсь, что пытаются авторы, в общем, справедливо соотнести те или иные измы с теми или иными феноменами, которые есть, например, в уральском искусстве. И посмотреть, что есть что-то напоминающее концептуализм, что-то напоминающее перформанс, что-то напоминающее даже ленд-арт. И такие сравнения, они могут, они сразу, во-первых, ставят вопрос именно об отношении центра и периферии, когда мы говорим о том, что есть центр где-то там, да, и мы этому центру так или иначе не соответствуем. Вот в самых странных своих практиках. Или, например, относительно московской ситуации авторы из Москвы тоже, разумеется, вот так вот подверстывают вот под эту историю регионы и смотрят. Есть там концептуальное искусство, тут даже спор, некоторые спорные моменты, они возникали в связи, например, с произведениями. Одно из них я покажу, и вы его знаете, безусловно, чье это облако. И произведение очень раннее, и произведение это напоминает образцы московского концептуализма, и даже их опережает чем-то. И московские авторы, например, вот пишут, что вот у нас тут есть где-то тут рядом что-то похожее, хотя оно не получило развитие, например. А уральские авторы вот пишут о том, что вот мы тут всех опередили, и зря так вот москвичи на это все смотрят. Так что вот мне кажется, этот разговор и вообще уже исследование уральского искусства сейчас очень перспективно начать уже с исследования тех комментариев, которые вокруг него возникли, и тех практик описания. Поэтому моя лекция, она еще носит такой методологический характер с экскурсами в отдельные истории. И прежде всего мне хотелось как специфически уральскую ситуацию отметить, и ее отмечали, в общем, и другие авторы, что это древнейший, старейший центр индустриальной культуры. А современность и отличается от традиции прежде всего смены больших вот этих вот исторических периодов, связанных, например, с аграрным, земледельческой цивилизацией и индустриальной. И вот этот разлом индустриальный, это как раз ситуация, когда у нас культура принципиально меняется. И современная культура, и как ее часть современное искусство, это часть индустриальной культуры. Другое дело, что в России, например, и даже в СССР культура и индустрия, они в сознании зрителя, они как-то были очень серьезно разведены. И культура ассоциировалась с традицией, вот такая была инерция восприятия, а индустрия, она ассоциировалась с техническим, научно-техническим прогрессом, но не с культурой. Вот этой связки ее не случилось. Или она случилась в отдельных практиках, в отдельных опытах. И плюс вот интересно, что Урал, как старейший центр индустриальной культуры, он стал частью фольклора. Вот так вот даже не все, например, за пределами Урала зрители осознают, что сказки божовые, это сказки уже не народно-фольклорно-аграрные, а это сказки индустриальные, они имеют свою специфику. И это уже в некотором смысле квазифольклор, такой, который радикально отличается от традиционного фольклора, хотя там есть очень много разных связей. Плюс, когда мы говорим, например, об отношениях, об истории уральского неофициального искусства, потому что история современного искусства, она вот так вот выводится в России из истории неофициального искусства. Здесь очень часто я вижу оппозицию традиционную, вполне неофициального и официального искусства. И вот это официальное, оно советское, оно такое якобы догматично-каноничное, оно сопряжено с заказами и некими формами, некими конвенциями обязательными, с которыми художник должен считаться. Но тут возникает вопрос, вот это неофициальное искусство, оно какое? Оно западное или ориентировано на Запад? Хотя очень часто, когда мы анализируем феномены неофициального искусства, поясняется, что, например, художники мало об этом знали, что это искусство, в общем, транслирует разные ценности, но, скажем, к ценностям капиталистического производства, оно имеет очень мало отношения. Вот здесь мы выходим на очень интересную тему, потому что все-таки мы говорим об ситуации социализма и ситуации социализма с сопрягающимся с ним способами производства искусства. Или с ситуациями капитализма, с ситуациями, в которые, например, Энди Уорхолл называет себя машина по производству искусства, когда искусство тиражное, очень часто искусство основанное на повторах, и вообще искусство, которое с 60-х годов, в частности американское, оно организовано как машина. И вообще в американской культуре 20-го века вот такой фордийской, постфордийской машина – это вершина. Извините за рифму, но это так. И в этом смысле каждый художник, он добавляет в эту машину большую свои детали, свои инновации, он ее оптимизирует. И вот это логика индустриального производства. И когда, например, мы пытаемся найти в неофициальном искусстве разные феномены, которые напоминали бы, например, феномены, что-то имеющее отношение к машине, индустриального западного искусства, тут мы оказываемся в ситуации изначально проигрышной, потому что, ну как мы можем сравнить машину с производством ситуативным, например, иногда случайным, с вообще другим типом и характером производства искусства. Это с одной стороны. А ведь они обусловлены чем? Они обусловлены вот прежде всего еще и разными типами сознания. И когда мы говорим, например, о сознании художника, советского, московского, уральского, екатеринбургского, мы должны хотя бы попробовать реконструировать это сознание, на каких ценностях оно основывается. Да, вот потому что, да, художник может взять какой-то образец откуда-то. Он может взять образец из Москвы, он может посмотреть какой-то западный журнал и попробовать это с собой соотнести. Что получится, я не уверен, что у него получится Ленд-Арт, например, или поп-арт, да, который вообще существует в системе коммерции и коммерческой рекламы. И тут возникнет совсем какой-то другой тип сознания и тип художественного производства. Так что в данном случае сравнивать, например, эти две истории крайне проблематично. Иначе мы упремся в довольно механическую такую ситуацию, когда мы вот так смотрим на большую машину, а вот и отдельные детали этой машины мы ищем в ситуации совсем иной, в ситуации, например, позднего социализма. И вот это искусство, ведь мы уже его не можем воспринимать как некий феномен, некий... Вот чтобы вы меня лучше поняли, ведь очень часто, например, те же рок-музыканты, они себе представляли некую глобальную сцену, некий, скажем так, мировой рок-музык. Но ведь когда начинаешь копать и смотришь, что такое мировая рок-музыка, о чем мы говорим, когда мы говорим о мировой рок-музыке? Мы говорим, ну, прежде всего, о мировых формах дистрибьюции и существовании этой музыки. Плюс потом выясняется, что 80%, например, артистов внутри этого бизнеса, внутри этой индустрии, а не англичане. И в этой ситуации, скажем, я помню, когда говорили о перестройке, вот в эпоху перестройки я еще был школьником, и тогда вот прямо по телевизору обсуждали вопросы, знаете, о том, как бы рок-музыкантам попасть на мировую сцену, вот некую, опять же, воображаемую мировую сцену, и давались рецепты, типа, может, им выучить английский язык, например, может быть, им лучше начать играть или петь. И даже кто-то пытался это делать, но при этом тогда не рассказывали о ситуации, что, ну, ребят, ну, это английский бизнес, да, он английский и американский, ну, такого антлантического характера, и здесь вот как бы вписаться в него можно, в принципе, но с определенным, но есть много но, да. Вот таких, которые, и вообще в этой индустрии, например, в этой системе производства, да, вот персонаж с каким-то другим типом производства, он просто другой, он не войдет в эту индустрию, в эту систему. Так что я все-таки, когда пытаюсь анализировать феномены, например, неофициального искусства и в СССР, и сравнивать с уральскими феноменами, то я исхожу, что все-таки это такая ситуация позднего социализма, и она, безусловно, влияет на последующие типы производства, постсоветского, российского, когда, например, Россия оказывается в ситуации периферийного капитализма, да, это тоже надо иметь в виду, вот, когда могут быть, могут перениматься какие-либо институты, скажем, центрального капитализма, вот этого первого ведущего, и эти институты, они могут воспроизводиться каким-то образом, мы можем воспроизвести институт, но мы должны иметь в виду, что, как бы, в ситуации периферийного капитализма способ производства тоже будет характерен для этого периферийного капитализма, и здесь, например, могут быть какие-то возможные успехи индивидуальные художников, вот, ну, участие в международных форумах, да, художники российские в них участвуют, хотя, там, кто-то мне говорил, например, что количество участий как-то не влияло на цену, и вот, участие в этих форумах, вот, он говорил, ну, вот, я как-то вот на этой ценовой планке я нахожусь и куда-то почему-то не двигаюсь, да, и почему, да, ну, потому что уже здесь идет разговор о ситуации центра и периферии, но уже экономической, а не художественной. Так что, когда мы анализируем тот или иной феномен, мы должны целую сумму факторов учитывать, прежде чем искать следы Ленд-Дарта в Москве или на Урале, например, так что, и это не делает, скажем, ситуацию российскую, московскую, уральскую, какой-то ущербной, оно просто делает другой, это просто другая история, как, вот, знаете, как другое искусство. Возникло вот такое вот понятие еще в Москве, да, среди неофициальных художников. Вот мы имеем дело с этими формами другого искусства, и когда мы это осознаем, это делает нас более свободными, потому что и в анализе, и в производстве, именно потому что мы начинаем производить вот одно из стамбульских биеннали, кстати, 92-го года, это распад СССР, 91-й год, и стамбульское биеннали 92-го года имело очень интересное название «Производство культурных различий». И что имелось в виду? Да, что культурные различия в современности – это продукт производства, это не что-то даденное, да, по месту жительства, или как паспорт тебе выдают с какими-то данными, на которые там не на все из них ты можешь повлиять, а именно это производство различий. И вот в этом смысле различия, они придумываются. Так что я сделаю небольшой экскурс в советскую еще историю, и здесь у нас будет несколько таких эпизодов. И прежде всего, когда я заговорил о самосознании художника как предмете возможного нашего анализа, чтобы мы что-то поняли, то мы должны осознавать, что сам статус художника на протяжении XX века и в СССР, и в западной культуре он менялся. И статус художника, его ролевая модель, которую художник использовал. Я показываю искусство 20-х годов. Самуила Адлеванкина, который приезжал на Уралмаш, оставил вот такую замечательную работу, и вот что это за стиль. Ну, можно сказать, что это новая версия неопримитивизма. Здесь есть экспрессионистская эстетика, такая гротескная, острая. И чем она была обусловлена тогда? Вот тогда художники, например, они воспитывали в себе пролетарское сознание. То есть они, будучи героями артистическо-богемного типа, как многие художники, за что их ругали? Их ругали за то, что они, в общем, ну как, у них мелкобуржуазное, мещанское сознание, и им необходимо воспитать в себе пролетарское сознание. Вот так, что называется, перековаться. И здесь вот этот гротеск и примитив – это еще установка 20-х на формы пролетарского лубка, на сочетание форм искусства элитарного, модернистских форм, и искусства демократичного, лубочного. И вот так вот у нас, но не говоря уже о ролевой модели для некоторых художников 20-х годов, которые вообще себя называли инженерами, которые себя называли конструкторами, как конструктивист, то есть что угодно, но я не художник. Да, вот это слово «художник как артист», например, художники американские 60-х годов, они не очень любили. Вот тоже к разговору о разных ролевых моделях. Вот в Америке 60-х годов художники не любили слово «артист», они предпочитали «арт-вокер». И вот это некий работник искусства. И вот, кстати, очень советская история, возможно, они с оглядкой на какое-то левачество такое, которого было много в 60-е годы, это была такая форма радикального жеста сделать какой-то привет в сторону советскости. Так что «арт-вокер» в этом плане – это ролевая модель, которая, например, у советских художников начинается в 20-е годы. И «арт-вокер» предполагает, опять же, самосознание художника как художника индустрии, художника, связанного с индустрией. Но пока эта индустрия такая. Вот этот художник едет на завод и изображает завод. Это еще не… Это индустрия как тема, но не индустрия как производство искусства. Вот тоже надо иметь в виду, это две большие разницы. Что можно изображать много заводов, но это не значит, что ты деятель индустриальной культуры, что ты арт-вокер. И в 30-е годы, когда меняется установка, меняется культурная идеология и появляется с развитием соцреализма, он появился как форма популизма. Потому что потребители искусства, те же самые рабочие, были недовольны тем, что им предлагал Адлеванкин и художники 20-х годов. Им хотелось чего-то более изящного, хотелось чего-то более ремесленного, а хотелось того же самого, чего зритель массовый требует от художника. Вот того самого ремесла, которое в общем в индустриальной культуре постепенно сходит на нет. У нас ремесленное производство сменяется техническим, машинным. Почему так много новых медиа возникает? И это и тиражи, и принты, а потом и разного рода репродукции, которые входят в арсенал художника. И таким образом способ производства становится опосредованным. Он отчужден от автора. Но в искусстве 30-х годов, где изображают рабочих, появляются эти странные изящества. Когда я говорил про 20-е годы, я имел в виду вот эти картинки с Адлеванкиным на стройке «Уралмаша». И говорил про ролевую модель, когда художник такую элитарно-модернистскую идею, он включил лупка, пытается разыгрывать. Но другое дело, что массовый зритель его не понимал. И приходит на смену ролевой модели такого художника, который, в общем-то, пытается воспитывать в себе пролетарское сознание, приходит модель художника-артиста. И, например, индустриальную тему Пименов решает в таком изящно-эстетском ключе, который даже таким жестким ритмом завода совсем не соответствует, но нравится зрителю, нравится публике. Поэтому соцреализм, он включал в себя такую большую популистскую программу, при которой художник снова становится артистом. Это как артисты, заслуженные артисты. И такая артистическая модель художника, подповедение, она, например, ее можно видеть в вариантах, таких как у Александра Герасимова, где балерина как работник элитарной, дворцовой, высокой культуры, еще которая ассоциируется с аристократизмом, она здесь выступает на полу, в мастерской художника, на таком грубом дощатом полу. То есть опять у нас возникает такой момент сочетания элитарной культуры и бытовой, столкновения элитарного и массового. Вот эстетика соцреализма, она строится на этом столкновении, на попытке это совместить. Вот такой и популизм 30-х годов, он заключался в следующем, что мы не изобретаем новые формы искусства, мы берем высокое аристократическое искусство предшествующих господствующих классов и даем их массам. Поэтому массы, в первую очередь, они получали не только вот такие формы элитарно-массового искусства, они получали формы, прежде всего, элитарного образования. Вот элитарное образование, гимназическое, оно становится массовым. Когда мы говорим о соцреализме того времени, о его культурной политике, то мы в первую очередь должны иметь в виду этот образовательный аспект. Я показываю Серову именно для того, чтобы вы представили себе вот эту еще культуру, которая претендует на аристократизм и культуру 30-х годов, такую бодрую, витальную, в отличие от Серовской такой дамы-призрака, где возвышенный образ возникает. А здесь образ, он наоборот, он как будто бы со сцены, он переведен, ну, если не к тебе домой, но в мастерскую художника, то есть в некую рабочую среду. И здесь все вот эти легкость мазков – это знаки артистизма. И сам художник с бабочкой, мордатенький такой Александр Герасимов, он тут в зеркале и возникает. Это намек, да, такой веселый намек на Веласкеса или вообще на художника, который в отражении в зеркале, он появляется. И вот очень важная выставка индустрии социализма 30-х годов, она о чем была? А ведь после этой выставки искусство советское отстраивается как индустриальный, по индустриальной модели. Это производство картин, скульптур и прочих произведений печатной графики. Опять, и здесь, например, в советских консервах, которые экспонировались на этой выставке Бориса Яковлева, можно увидеть момент, когда у нас классическое искусство голландцев, ламандцев закатывается в банки. Это, кстати, привет Энди Уорхолу уже, где мы получаем классику, но в консервах. То есть в массовом консервированном, в форме массового консервированного производства. И можно сказать, с одной стороны, что это искусство традиционалистское, оно опирается на некие традиционные формы, хотя очень эклектично их смешивает. Но основной его посыл, он вполне себе был радикально прогрессивским, потому что у нас любая форма трудовой деятельности воспринималась как художественная. Вот здесь мы видим мастера, например, Ольги Ягиновской. Это мастер тортов, который творит свой шедевр. Точно так же, как героиня Мария Тиховой творит вот эти статуэтки для массы. Она делает модели для статуэток, которые пойдут в массовое производство. То есть искусство идет в массы. Вот он, социализм. И это соцреализм оказался наиболее адекватен для того времени вот такой вот формой социалистического искусства. А вот что происходит дальше уже, это интересный момент, потому что художники-шестидесятники, они едут, они пытаются уйти от этой артистической модели, когда художник-артист. Они едут на заводы, они едут в командировки, они вот пишут людей труда, хотя, например, у Николая Андронова эти монтажники, они возникают, это же его друзья. Он пишет, моделями для этой картины были его друзья. И вот тут есть очень странный такой момент, когда художник идентифицирует себя с рабочим и соотносит. И внутри вот этих героев труда возникают уже художники, уже фигуры художников. То есть в 60-е годы вот через эту идентификацию себя с людьми труда возникает, происходит еще и формализация языка. Вот мы видим здесь уже модернистскую формализацию у Андронова, где уже не важно что, важно как. Вот эти ритмы, цвет, плоскости, напоминающие об Угновом Валете, еще о Кончаловском, о Дейнеке, о художниках 20-х годов, хотя речь идет о 60-х. И вот этот мыслящий рабочий или мыслящий человек труда, он становится неким идеалом 60-х. И мы видим, как вместо репрезентации труда возникает репрезентация труда через отдых. Они начинают отдыхать. И вот эти отдыхающий нефтяник у Салахова или отдыхающий композитор, но они же отдыхают, но мыслительный процесс является их основной деятельностью. Вот то, чего не было в социореализме 30-х годов. Появляется мыслитель, интеллектуал и репрезентация умственного труда через отдых. Вот такой вот парадокс. И в произведениях, скажем, сурового стиля уральских мы тоже видим и формализацию языка или даже неожиданные решения. Вот как здесь мои герои, которые художник, он себя выводит из картины, он выводит себя из картины и вот так вот его герои огромные, они больше, чем мольберт, больше, чем произведения искусства, которые вот так вот не способны их даже вместить в себя. Здесь художник себя даже как бы сознательно так лукаво немножко занижает. И вот его герои, они как бы больше, они масштабнее, они больше, чем это искусство, которое он может им предложить в принципе. Вот. вот в этой истории, скажем, Германа Метельева, мы видим, как художник себя вписывает в круг работяг, которые вот так же идут на работу, точно так же, как он идет в мастерскую или на этюды. Вот здесь ролевая модель, она абсолютно эгалитарна. Не элитарна, а эгалитарна. эгалитарна. Вот. Ну, с намеком, вот правда, здесь еще возникает очень странное. Вот он как бы здесь оказывается самым маленьким, самым дальним, на дальних планах, но от него исходят краски. Он дает этому миру краски. Вот так вот. Вот он себя оправдывает. Он свое существование оправдывает тем, что он этот мир делает ярче, делает интереснее вот эти вот суровые будни, которые интерпретируются уже как такой ежедневный вот подвиг. Но все волшебство, оно там в верхней части картины оказывается. Так что здесь вот появляется, и я потом увидел его рельефы в цирке в Екатеринбургском. Они замечательные, но как-то очень небрежно отреставрированы. Там вся вот эта, вся эта цветность, она исчезла. И вы видите в двух работах, одна вот пермская, а другая санкт-петербургская, где идет игра отождествлений. Но это отождествление происходит на уровне двойника. Вот такой какой-то странный стереопар художник и его герой. И здесь уже мы понимаем, что идет игра, что здесь скорее нет диалога, а есть формальная игра отражений, двойников, ролей, образов, художник, в которых он существует. И очень важно, что тема досуга, она вдруг начинает доминировать над темой труда. И это можно видеть и в работах Нины Костиной, и в работах Татьяны Назаренко в «Москвичке», где в общем эта тема уже даже вы видите отстраняется от бытовых реалий, и появляются сообщества, которые отдыхают. Но они отдыхая, они работают. Отдыхая, они, например, подключаются к какому-то большому историческому времени, они производят смыслы, они производят стихи и песни. И вот я почему вам такой экскурс сделал к отдыхающим художникам? Ну, потому что «Отдыхающий художник» очень известная в общем работа, которая стала Михаила Брусиловского. Он, кстати, я бы сказал, один из первых залег отдыхать среди художников. Вот Попков как-то лег позже немножко. И здесь вот в этой странной границе между публичной и приватной зоной, между квартирой художника его и городом, индустриальным городом, жестким, есть какая-то очень странная граница между внешним и внутренним пространством. Но меня еще здесь заинтересовала лисия маска. Она, конечно, от дочки идет, но вот почему-то она над фигурой художника возникает. То есть он то ли в этой маске существует, например, то ли она ему нужна. То есть есть момент ироничной игры перевертыша, вот такое какого-то лисиевого оборотня, которое может принять какой-то другой облик, выйдя за пределы вот этой своей комнаты. но нас здесь вот больше интересует момент отдыхающего художника, где отдых является частью его работы с одной стороны. Но вот это нам подскажет что-то, вот эта позиция отдыха о людях, которые занимались, например, существовали в среде андеграунда. Это все-таки досуг. Это формы досуга, которые стали формами художественного производства, потому что уральских художников, да и у московских, у них, ну как, у них была двойная жизнь. Они отрабатывали свои заказы в разных сферах, потом они шли и создавали искусство как форму времяпрепровождения свободного времени. И, кстати, свободного этого времени у людей 60-х, 70-х годов стало больше. Вот эти вот святые выходные дни с пятницей, это больше. И, понимаете, вот это свободное время советского художника, скажем, который занимается еще андеграундом, ну потому что это его форма жизни, это его досуг, это его территория свободы. Вот, скажем, это исключительный феномен для культуры второй половины 20-го века, вот, потому что советский художник, он стал независим от своей позиции, скажем, политической, гражданской, хотя очень многие были аполитичны. Среди художников было не так много и борцов политических, это скорее были формы, их форма искусства, это их форма эскапизма, определенное бегство от реальности, но если мы будем искать какие-то аналоги, то форма эскапизма, они существовали много где, потому что это человек отдыхающий, человек конца 60-х, 70-х годов, это уже человек постмодернистский, это человек с расщепленным сознанием, с телевизором, для которого телевизор уже является природой, вот телевизор мне природу заменил, это очень правильная песенка Кота Матроскина, и от этой второй реальности масс-медиа его клинит, он расщепляется, и в этом смысле, скажем, советский человек, советский художник 70-х, 80-х годов, он продукт постиндустриальной культуры, но советской, точно так же, как, скажем, западный художник, он продукт постиндустриальной капиталистической культуры того же времени, они похожи отчасти, но они похожи как бы своим расщепленным сознанием и вот этим ощущением двойной реальности, в которой они живут, но они не похожи формами производства искусства хотя бы потому, что, да, здесь, скажем, западные формы, они, например, очень часто отталкивались от Уорхола до Джеффа Кунца, от логики товарного производства, где тут товар, где вот в этих альбомах, эти книгах, которые делали у ктусцы, где эта логика товара, вот здесь формы альбомные формы на грани, они поэтически художественные, это формы невыставочные, принципиальные вневыставочные, ведь они работали, они создавали произведения, рассчитанные на обмен, на хождение по рукам, и знаете, это можно оправдать, например, ну, потому что их не выставляли, но с другой стороны, вы попробуете это выставить, это же не картина, это форма близкая к литературной, это форма нематериального производства, да, в 60-е и отчасти 70-е годы были новые редакции, скажем, не новые редакции, а актуализировалось наследие раннего авангарда, это и да-да, это футуристы, и здесь очень разные были обращения к ним именно как способ дематериализации искусства и ухода от производства, вот от логики товара, вот, когда западный художник хотел создать антитовар, он обращался к дада, он обращался к дюшану и формам вот тоже текстовым, например, откуда концептуалисты возникают, здесь, да, футуристическая книга в 60-е годы на волне увлечения поэзией, когда главный герой поэт в 60-е годы, и когда поэзия собирает стадионы, то поэзия является источником, ресурсом для художников, это было, кстати, и в Москве, художников-доноров, например, вернее, поэтов-доноров для художников, например, для Кабакова Генриха Сабгир, для Булатова вот где «Живу-вижу», у него был другой поэт, да, для, ну, скажем, на Гришу Брускина оказал большое влияние Лев Рубинштейн, у Пригова не было такого донора, но он сам, и поэт, и художник, он един в двух лицах, он себе как бы и то, и другое, так что вот эта вот динамика обмена между поэтами и художниками, вот, она была очень интенсивна, и в кругу, из которого формируются московские концептуалисты, и в Уктузской школе, но это не влияние, это два параллельных процесса, связанные с дематериализацией искусства шестидесятых и с перевходом от модернистского производства к постмодернистскому, уже основанному на нематериальном труде, на аффектах, например, или, хотя вот в тех образцах, которые я показываю, очень видно игрокодами, попытка создать некие, во-первых, разрушить границу между текстом и картинкой, именно разрушить границу, концептуализм, кстати, американский не совсем этим занимается, вот, у него там вообще свои задачи и даже и свои источники, не футуристы, например, а философия языка, вот, и для Кошфта важен Питтгенштейн, вот, а здесь это, это несколько другое, здесь еще есть, вот, например, в Сабуквы радиять и есть пафос еще такого поиска универсального языка, вот, он такой немножко модернистский по типу сознания, вот, так что, вот, это любопытная очень история у Таршеса Сигея, вот, потому что очевидный футуризм, и при этом к этому добавляются шестидесятые с кибернетикой, с поиском универсальных систем, вот, у Арбенева это хорошо видно, вот, когда он свою биографию кодирует через знаки, это больше шестидесятые, конечно, это больше, вот, потому что постмодерн работает с элементами разных, не с попыткой выстроить универсальную знаковую систему, а с элементами разных знаковых систем, и, скажем, книга, как, или впоследствии картина, как у Евгения Малахина, вот, книга становится одним из остальных, основных медиа и полигоном форм для экспериментов, как это было, кстати, в раннем авангарде, вот, здесь разговор о контексте, это разговор о книге раннего авангарда и фото, и формах фотокниг, или книги, где сама форма, например, абстрактного экспрессионизма, это некое тоже подобие, например, это может быть подобие текста, вот, это может быть текст, который, в общем-то, да, он легко трансформируется в изображение, или как Малахин, обрабатывая пленку, дематериализует изображение, и вот очень интересно, что фотография для него это форма дематериализации, но и сам книга, как медиа, это тоже форма дематериализации произведения искусства, как вещи, как объекта, и здесь очень важен опыт вне выставочных практик, в общем, справедливо сравнивали опыты уктусцев, прежде всего, уктусцев, Дани Малахина, с флюксусами, да, построенными на том, что, ну, они сходили из принципа искусства, это информация, обмен информацией, и искусство с ноль транспортировкой, вот там они всячески пытались уничтожить искусство, как вещь, вот, здесь, как бы, здесь не было этой пафосы вещи, здесь был в большей степени это была идея таких свободных вневыставочных форм, и искусство неофициальное, российское в целом, вот именно как опыт вневыставочных практик, он очень интересен, вот, он уникален и интересен, аналоги иногда встречаются, но сами способы бытования искусства в этом смысле интересны, и, конечно, из этого нужно делать выставки, безусловно, но эти выставки должны включать в себя момент антивыставки, такой вневыставочный, вот, они должны включать в себя именно отношение к этим предметам именно как форму вневыставочной деятельности, то есть куратор, он должен сделать какой-то шаг еще дополнительный к тому, чтобы вот эти вещи, они, да, они как вещи не воспринимались, потому что на выставке неизбежно все, что туда вот попадает, это все-таки какая-то вещь, а показ поэзии, показ нематериального, вот, а ведь советские люди с 70-х, 80-х, они же были нематериальные еще и потому, что, ну, не было у них этой материи, вот, было немного, вот, кто-то там копил вещи, да, но сама культура говорила, что вещи зло, поэтому от вещей надо избавляться, и тут вот этот способ, вот эта дематериализация человека и продуктов его труда, вот именно в формах проведения досуга, это, это очень интересная история, антропологически интересная, и здесь исследований, может быть, очень много, что касается вот этой вещи Валерия Дьяченко, чье это облако, вот, она, конечно, стала уже иконой такой уральского искусства, потому что ее позиционируют как образец концептуализма, даже протоконцептуализма, вот, 1967 год, что это первая текстовая работа, но там, если в Москве покопать, знаете, был такой Яков Чернихов, архитектор, который мало что построил, но очень много издал книг и по шрифтам, архитектурных фантазий, вот, он был источником вдохновения, например, для Лама, Булата, для Леонида Лама, Булатова, Кабакова, эти вещи еще начала 60-х, а так что, знаете, тут можно, конечно, много чего, вот так сказать, ой, а вот тут у нас тоже еще кто-то есть, вопрос, наверное, не в этом, потому что здесь не важно на самом деле концептуализм, здесь все-таки больше поэзии, и здесь меньше, здесь, и ведь очень важно, что эта история связанная, ведь концептуализм это или нет, можно ответить очень просто на этот вопрос, другие работы Валерия Дьяченко, они такие или нет, это вещь программная или вещь случайная, потому что, когда мы говорим о направлении, мы говорим о программной работе, вот нет программной работы, ну, если нет манифеста, уж боу с ней, но должны быть, хотя и манифест тоже как бы желательным иногда, но программная работа, и Айо нет, она другая, или она другая, да, вот тогда мы, когда мы выявляем весь корпус работ, да, вот сейчас, кстати, очень модно взять художника, поискать несколько маргинали, а маргинали и вещи, они такие случайные, иногда очень живые, искать, вот это у него главное, кстати, на выставке в Рубеле так случилось, там каждый нашел себе маргинали, вот, и художники, скажем, современные, как Дима Гутов, они вообще не смотрели на все эти огромные холсты, они их не интересовали, вот, а разные вот такие почерпушечки, они живые, они случайные, иногда у них художник, как бы, и не совсем себе и принадлежит, с ними очень интересно работать, именно потому, что они дают свободу зрителю, в этом смысле, вот, я не говорю, что трещина работа какая-то чем-то, например, хуже, ни в коем случае, она прекрасна, эта вещь, она космическая, вот, и она вообще, это какая-то остывшая гибель планеты, у него масса интересных вещей, но имеют они отношение к современному искусству, вот, именно в этом концептуалистском изводе, вообще нет, это совсем другое, но, это, это другая история, и вот задача здесь уже, как нам совместить вот этот островок такой под знаком вопроса, да, вот с этим планетарным видением в этой картине, вот, это же один художник, и, а так вот получается, что мы выдергиваем вот такие вот кусочки, да, и говорим, ой, концептуалист, да, вот это у нас, это у нас будет отвечать по разряду концептуализма, а ведь это замечательные работы, и они прекрасные, зачем же они на концептуализм совсем не похожи, в них есть даже, знаете, какие-то опыты Алексея Леонова, космонавта и живопись, имеющая отношение к, например, кругу художников журнала «Техника молодежи», космическим фантазиям, и это же был целый слой вообще художников, которые работали и профессионалы, и дилетанты вокруг «Техники молодежи», она устраивала выставки на тему научной фантастики, выставки были очень популярны, и художники, например, из «Союза художников», профессионалов, ну, нон-конформисты от них воротили нос очень часто, хотя иногда ходили некоторые, вот, а художники-профессионалы даже заявы писали о том, что техника молодежи портит вкус и вообще распространяет, популяризирует фантастику, а фантастика – это не главное в искусстве, ну, вот такие вот были вещи, так что советское искусство в этом смысле многоукладно, огромный пласт наива самодеятельности, большой вот пласт научной фантастики и дилетантов талантливых, это большой спектр андеграунда и неофициальное искусство, у которого свои глюки в этот период, и я показывал Кубра, Меламида и Пригова именно в его вариантах, в их вариантах вне выставочной пети, вне выставочных вещей и дематериализации, потому что Пригов в качестве произведений он писал обращение гражданам и выходил на улицу на автобусной остановке, а Кубра и Меламида, они все свои картины превращали в слайды, и вот этот обмен слайдами был частью их жизни, вот, они показывали слайды, ну, во-первых, они боялись, что картины могут конфисковать, и тогда еще раз писать надо, олень, иногда было, вот, и поэтому вот этот вот переход на слайды где-то вынужденный, он и стал формой бытования, хождения искусства, оторванного от вещи, оторванного от меи, от такого вот стабильного медиа, так что этот момент отрыва, вот, который и на Урале он происходит, он тоже очень интересен, и я показываю вам работы Куклиса, вот, левая и центральная, это иллюстрации к детским книжкам, а это его ранняя работа, живопись, конспект, вот, по мотивам студенческого конспекта, вот, я почему их показываю, это 60-е годы, это вот как раз излет модернизма, основанного на поиске универсальной знаковой системы, вот, то, что есть у Ктусы, вот эти знаки, и вот там тоже очень интересно, что это очень разный материал, и когда вместо поисков универсальной знаковой системы, вот такой в основе модернистской, начинается активное цитирование, и я, кстати, в качестве вам тоже такого курьеза, оттепели еще, 60-х, я показываю живопись академика, физика, ядерщика, нет, он биофизик, нет, да, Дмитрий Блохинцев из Дубны, это был физик, который занимался живописью, и вот эти знаки, формулы, фантазию, он все это вводил, я, я, почему я показываю, потому что сейчас, когда я вижу, как, в общем, верстается, отстраивается история современного искусства, Урала, я вижу, что какие-то пласты выпадают, потому что, например, это не были, это были какие-то, например, ну, они не имели отношения там к андеграунду, какие-то люди на Урале, да, но они могли делать интересные вещи, искусство ученых наверняка какое-то было, это, вот, потому что это индустриальный научный центр, вот, одно без другого здесь уже не может быть, и вот в этом смысле феномены советского, советской культуры, очень разные, я не говорю только про какие-то курьезы официальной культуры, они могут быть интегрированы, и тогда эти произведения получат объем, они получат дополнительную информацию, кроме той, что это похоже на концептуальное искусство, вот, а тогда, и, кстати, когда я уже, вот, это вы видите экспозицию, экспозиция выставки Департамент труда и занятости, куда я пригласил группу Куда бегут собаки, и ведь символизм в электросхемах, вот это вот уральская штука, где-то связанная вот с играми у ктузцев на тему визуальной поэзии, отношении текста и изображения, текста и знака, и когда они берут известные поэтические тексты, там, Гарси Лорка и еще два автора и переводят их на язык электросхем, где электросхема отзывается на интонирование поэтического текста, вот это, это следующий уровень, надо сказать, вот, я вижу вот в этом движении и это уровень и дематериализации, и налаживание взаимодействия между разными феноменами культуры, да, между там поэзией, изобразительным искусством и инфографикой, вот, или техническим чертежом, вот такой уровень неразличения и очень индустриальный, надо сказать, вот так, что, когда эту историю начинаешь так раскручивать, вот, вот, понимаешь, какие связи неожиданные могут быть между этими явлениями, хотя это работа 2013 года, она с новыми технологиями, но тот импульс МТР еще, вот такого советского мифа о том, что электросхема может, что может быть робот-поэт, вот этот образ робота-поэта, он есть в мультике советском «Ключ», и вот этот робот-поэт, вот, герой 60-х, ум вдруг оживает вот в этой истории, вот, совершенно фантастической, в общем, имеющий отношение еще, знаете, к социалистическому мифу, вот я к чему, я подвожу, и вот эта эстетика НТР в сочетании с постмодернистским цитированием, она есть у Николая Федореева, в его репрезентации города и в других работах, которые он делал, вот даже, знаете, вот даже в этом объекте Ельцин существуют вот эти вот воспоминания еще об эстетике, о дизайне 60-х, который вдруг здесь интегрирован в, вот как и здесь, в день революции, где тут коммунистический миф, космический миф, вот они сходятся уже с знаками другого происхождения, и сама картина это конструктор, это некая очень, это вещь, которую можно описывать уже вот по принципу отрицания, то есть ни картина, ни скульптура, ни рельеф, ни калаш, ну то есть и то, и другое, третье, и вот это постмодернистское цитирование, вот оно и при этом какая-то отсылка к дизайну оформительскому, тоже очень интересная игра у Федореева на грани с оформительским дизайном, и при этом вот таким нефункциональным, опять же, эстетика не вещей, вот это вот не вещь, вот то есть чем более объемной эта штука становится, тем больше она становится не вещью, вот в этой истории и как бы опять же вне логики товарного производства и еще один вариант и визуальной поэзии и это в общем это же личный дневник разогнанный на город, на индустриальную зону, как у Тимофея Ради и вот эти выходы, они с одной стороны да, это же город текст, вот, это индустриальное пространство, переосмыслено как пространство текста, либо художник наделяет его текстом и текст вдруг становится естественной, вот эта индустриальная зона становится естественной средой обитания и при этом она одушевляется, она субъективируется, вот это объективная жесткая среда, она вдруг становится субъективной как ну некая и превращается в поэтическое послание, вот так происходит преображение этой среды и тоже как одна из форм общего нематериального производства, так что и вот тоже очень интересно, я же заговорил в самом начале о том, что вот это массовое элитарное, которое сходится в социализме, на следующих этапах, когда социализм распадается и вот в это уже время как бы отдыхающих художников, вот эта форма элитарная и массовая, она вдруг находит разные выходы, вот такие, вот, но это не значит, что все, да, и при этом, например, в уральском искусстве есть Гаврилов, есть мистики, сюрреалисты, и я для сравнения вам показываю архаические знаки Льва Кропивницкого, это выходец еще из Леонозовской группы, и вот эти архаические знаки, и ведь как называется, освобождение человека, абсолютно советская тема, но переосмысленная в архаическом ключе и в парке лесоводов возникает и здесь ведь Гаврилов, да, это история, которая вот ее в историю современного искусства такие художники вписываются сложно, очень, кто-то их, кому-то они кажутся такими ретроградными, сюрреалистами, как художники малой грузинки в Москве, но я бы их анализировал как очень серьезный антропологический феномен, потому что и феномен неоархайки, такой постиндустриальной неоархайки, это еще при том, что да, эти скульптуры стали легендой этого парка, легендой города, и уже на Урале вот появляются художники, которые заколдовывают место, вот, вот тоже разные типы сознания, есть художники, которые существуют нигде, как бы индустриальная территория, как территория ноу-плейс, то есть это может быть где угодно, и вот почему вот это название, приручая пустоту, оно же связано с индустрией, связано, что вот человек в спальном районе, он как бы тоже в индустриальном, он живет нигде, это где угодно, и вот это и толкает его на поиски идентичностей, на заколдовывание мест, и архаика, тотемы, фантастика, плюс сам художник, который становится гением места, легендой, самоэкзотизируется, вот, что называется, производит культурные различия, да, вот художник, как производитель культурных различий, вот это очень интересный опыт, опять же, независимо от того, вот прогрессивные эти, вот как-то они, или, как сказать, деревянные скульптуры на детских площадках иногда встречаются, но эта скульптура высокого уровня, где-то, ну, Эрнст Неизвестный, это, ну, немножко импульс дал, конечно, но на самом деле тут интересно, как Эрнст Неизвестный вот через вот такие опыты из вот такого шестидесятника, позднесоветского монументалиста, модерниста, вот он в таком варианте Гаврилов мутирует в сторону архаического идола, и внутри этой индустриальной зоны у нас возникает вот эта Неоархайка, кстати, поздний капитализм обнажает Неоархайку, и вот Неоархайка это симптом вот этого стадии позднего капитализма, в том числе и периферийного, так что эти феномены, вот у нас, например, в Москве, да, там вот как-то отстроена история вот относительно московских концептуалистов, из нее выброшены такие пласты, вот просто, что даже жалко уже, вот как можно так безхозяйственно, безалаберно относиться ко всему, вот, вот так вот выстраивая некую единую линию с оглядкой на разного рода образцы, там, на Кунса, Херста, да, вообще-то люди как бы, ну как, ну это персонажи другой культуры, да, вот, они исходят из определенных задач, и Херст, например, очень английский художник, вот, а Кунс очень американский, и как вот это вот, и я не знаю, как стать Херстом, не будучи, например, очень английским художником, вот, конечно, можно придумать себя как англичанину, например, вот, но это будет, ну как, это будет производство культурных различий, и знаете, чтобы вы себе представили как художники, да, вот, ну, скажем, советский, вот этот социалистический миф, он транслируется, неожиданно, вот Дмитрий Гутов в Нью-Йорке еще сделал «Русское сумасшествие», такую инсталляцию на тему геометрии, абстракции, Малевича и советской наглядной агитации, и я когда увидел эти фотографии, я не имел возможности это увидеть, я вспомнил фильм «Семь стариков», одна девушка, где в качестве дизайна разбросана геометрия, разбросана геометрическая абстракция, это я к тому, что феномены одни культуры, они все-таки не зависят от позиции официального или неофициального, они зависят от нашего взгляда интерпретационных возможностей, у меня вот просто шок, я когда вижу вот эту иронию над, это, знаете, ирония над иронией, по поводу того, как громили абстракционизм в начале 60-х, вот, где люди вот эту вот надпись осматривают, главные герои осматривают как картину художественную, или вот такая же какой-то постмодернистский вот продукт у них за стеной, хотя это вот план города, а уж какая геометрия тут на свитере у героя, вот, вот, и я, я, и Екатеринбург, он, имеющий свою историю оформлений разных, да, вот, в условиях задачи оформления была, да, утеплить город, его сделать более добрым, да, вот, архетип, утеплить добрый город, вот, и здесь, мне кажется, много интересного можно найти, и в том числе через окружение объяснять эти феномены, а не только через вот эти внешние ассоциации, я говорю, да, вот этот пафос эгалитаризма, который был, например, в перформансах Малахина и его картинщика, картинник обществе, где там все рисовали, вот этот пафос, он передался и синим носом, вот, который, в общем, в варианте кухонного супрематизма или вот в такого рода симулятивных рекламных постерах они искали способ сделать искусство эгалитарно, вот, то есть, вот, вырвать его из-за литийской среды, и вот этот пафос эгалитарности у Свердловска тоже очень интересен и через деятельность Малахина и других художников, при том, что еще сам пафос институции уральско-индустриальные, Бейнале, вот, очень важно, что она индустриальная, да, это раскрыть пространство города, его локации, как художество, и, например, мне на последней Бейнале мне понравилась идея представить отдельное здание исторически, как герой романа, ну, там, в том случае, Замятина мы, и когда ты попадаешь в здание и фантазируешь на тему героя Замятина, как будто ты попадаешь в его голову, и здесь вот происходит замыкание такое, начинается образо творчества, и вот Бейнале, оно толкает на образо творчества и заколдовывает эту территорию, так что здесь это делают художники, но это делают интерпретаторы, я думаю, меня слышат искусствоведы, наверное, художники, тоже слушать иногда, вот, ну, вот, и это я показываю вам в качестве, наверное, финала, я показываю вам такую таблицу схемы социальной теории Карла Маркса конец 20-х годов, и нас здесь интересует последний, вот этот пункт, как по, ну, это не как Маркс или марксизм, в марксизме, вот, понималось искусство коммунистическое, именно искусство коммунистическое, не искусство социалистической диктатуры, пролетариата, а искусство коммунистическое, новое коллективное искусство проникает во все области народного быта, вот оно, как бы, не развлечение искусства и жизни, и вообще искусство, как форма жизни, это же, как бы, вот искусство, как форма жизни, это не, вот, как от формы досуга как в форме жизни и в форме самосовершенствования. Это коммунистическая история. Так что тут в период, например, такого глобального кризиса капитализма, в котором мы с вами живем, уже ощутимо его на своей просто шкуре, сейчас уже испытываем, это не лишнее об этом еще раз подумать о том, что придут какие-то другие формы. Вот специфика советского, позднесоветской истории, все-таки это был госкапитализм. Это социализм, который перерождался и вырождался в капиталистические отношения на черном рынке. Но в нем существовали формы некапиталистического художественного производства. Так что некоторые практики, они могут быть именно осознаны как способы производства. Но больше всего, мне кажется, еще более продуктивно изучать вот эти типы сознания художника. То есть кто он? По сознанию, по ощущению. И тогда мы лучше поймем тот материал, с которым имеем дело. На этом, наверное, я сегодня закончу. Спасибо. Большое спасибо. Попытная, необъятная. Она удалась. Ну, я думаю, в какой-то степени точно. Так, я сейчас попробую показать вам наш зал. У нас здесь 8 человек точно и 8 человек онлайн было в самый пиковый момент. Да. Хорошо. Привет. Я предлагаю нам вопросы задать, если они есть. Если есть у нашей очной публики, то подойти вот, наверное, сюда, ближе к микрофону. или, если нет, то также в чат и онлайн мы просим и тоже очень приветствуем всех, кто смотрел. Я, похоже, убил своими выступлениями. Нет, это когда все, конечно, когда так обрушиваешь, это, конечно... Тяжело, мне кажется, еще да, онлайн немножко воспринимать, но, может быть, впечатлениями хотите поделиться, если не вопросами. Допустим, я могу. Мне очень интересно, сегодня для меня открылся этот феномен искусства ученых, который я действительно, допустим, в контексте уральского искусства раньше не особенно замечала и, наверное, сама не особенно изучала. Это то, чем мне хочется теперь заняться. Оно есть? Да, оно есть. Это хорошо. Я, когда делал выставку «Оттепель», мы пытались втащить в Третьяковку больше этого материала, но как-то в Третьяковке работают такие сотрудники, которые говорят, ну, это же не совсем искусство. Ну, вот так, что было меньше вещей, а хотелось, чтобы это была такая большая тема. Я даже думал об этом целую выставку сделать, но пока еще мало материала для этого. Так, у нас есть один вопрос или комментарий. Сейчас подойдет к нам. Здравствуйте. К сожалению, не удалось присутствовать с самого начала лекции, но поскольку одним из последних таких примеров, которые вы показывали на слайдах, было творчество Александра Шабурова. А, вот, нашлась, куда задавать вопросы. Было интересно узнать ваше мнение, вам удается в ваших исследованиях изучать диалоги между разными художниками, поскольку, ну, у нас есть картины, собственно, и Александра Шабурова, вот этих времен как раз с колбасой, супрематические кресты в нашей галерее. И есть также картины Владимира Селезенева, художника, который также обращался к супрематической теме своих натюрмортов, где использовал клеенки. И вот до сих пор мы в своем местном профессиональном сообществе пытаемся понять, был ли диалог между этими двумя авторами, было ли какое-то соперничество. Мне, как такому молодому искусствоведу, пока что это неизвестно. Может быть, вам удавалось встречать такие, ну, собственно, ситуации? По отношению к другим художникам, конечно. Да, и есть случаи, когда кто-то берет тему другого художника. Это было и в случае с московскими художниками неоднократно. Например, между, ну, Леонид Лам умер, а Эрик Булатов жив, вот они до сих, но пока они были живы оба, они спорили на тему, кто первый стал тексты использовать. В начале 60-х годов еще. То есть до вот этого, чьего это облака. Так что насчет Селезнева-Шабурова, я думаю, что все-таки вот эти игры с черным квадратом, они настолько универсальны, что здесь какое-то прямое такое влияние его могло и не быть. Потому что черный квадрат, он вот просто, это, знаете, современный художник, который работает с черным квадратом, это они работают с ним как со знаком идентичности очень часто. А иногда иконобор с иконой, которую уже необходимо как бы побороть. Потому что он у всех сидит в голове, и эта запускающая программа, она до сих пор работает. Так что мне кажется, что в их случае могло и не быть вот такое как бы, такого диалога. А вообще диалоги бывают очень часто. Художники смотрят друг на друга. Хотя делают вид, что не смотрят. Так, ну, у нас у оффлайн-публики, кажется, вопросов, впечатлений больше нет. Если есть они онлайн, то мы тоже еще их вот ждем. Маякните нам как-то. Если нет, то еще раз вас благодарим, Кирилл. Большое спасибо. Мы теперь будем заниматься тем, чтобы эту лекцию распространить нашим зрителям сайта от платформы, который мы скоро обновим. И надеемся, что это посмотрит еще как можно больше людей. Спасибо большое. Спасибо. Увидимся. Будем прощаться. Хорошего вечера. До свидания. Вам тоже. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok